В Муравленко полным ходом идет подготовка к празднованию Дня города и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В этом году праздничные мероприятия пройдут 8 и 9 сентября. Эти дни будут насыщены творческими, спортивными и развлекательными мероприятиями. Продолжит Татьяна Бойко. До празднования дня рождения города осталось 10 дней. Для организаторов торжественных мероприятий это самая горячая пора. Подготовка идет ежедневно. К примеру, на сцене Дома культуры Украина проходит по несколько репетиций в день. Праздничный концерт ко дню города – это всегда полный зал, масса эмоций, бурные аплодисменты зрителей. Этот год не станет исключением. Горожане увидят около 20 новых номеров. Сейчас каждый из них – режиссеры, хореографы, осветители, исполнители – доводят до совершенства. В подготовке задействовано около 400 человек. Массовым будет каждый концертный номер. Концерт состоится 7 сентября в 18 часов, вход по пригласительным билетам. Второй концерт по просьбам жителей города состоится 8 сентября в 15 часов, вход тоже по пригласительным билетам. А вот получить пригласительные билеты жители города смогут на своих предприятиях, где они работают предварительно, заказав эти билеты в городском Доме культуры Украины. Идут года, и грусть печаль в твоих глазах, и я не знаю, что тебе сказать. Ежедневно идут репетиции не менее любимого горожанами фестиваля «Таёжная симфония». Работники детского сада «Снежинка» и его постоянные участники. И в этот раз заявку они подали одни из первых. Творческую группу, в которую вошли педагоги, воспитатели, логопеды, повара, создали ещё в конце прошлого учебного года. Тогда же и родилась идея номера. Кстати, в этом году тема «Таёжной симфонии» – мировые хиты. Поэтому полёту фантазий нет предела. Каким будет номер в итоге, команда детского сада «Снежинка» съёмочной группе не рассказывает, сохраняя интригу до конца. Мы идею эту вынашивали, этого конкурса давно, и поэтому люди, которые у нас в этом году ездили и в Китай, и в Тунис, в Крыму, привезли оттуда инструменты именно для нашего номера. Как правило, костюмы подбираются уже в самый последний момент, когда уже отработана полностью идея номера. Поэтому мы сейчас используем элементы каких-то костюмов. Вот буквально на днях выходит у нас швия Кастелянша. То есть здесь уже поле фантазии для неё работы. Не менее интересными, яркими, эмоциональными будут концертные и игровые программы в парке культуры и отдыха. Впервые в рамках празднования Дня города пройдёт мультифест. Его участники – юные муравленковцы. Организаторы уверяют, ребята получат массу незабываемых впечатлений и призы. Этих призов всего 33. По 11 призов в каждую возрастную категорию. Задания интересны. Такой мультифест уже проводился на День защиты детей. В этом году. 9 сентября выступят и профессиональные артисты, группа «Леголайз» и Елена Кукарская, финалистка проекта «Фабрика звёзд». Закончится торжество традиционно праздничным фейерверком. Татьяна Бойко, Антон Иванов, Владислав Дроботов. Новости Муравленко.